А сейчас новости спорта. В студии Марина Азябина. Здравствуйте. Красногорская лыжня взяла старт. Первые награды были разыграны в спринте. Его выиграли Наталья Матвеева и Андрей Парфенов. Спортсмены Удмуртии остались за чертой призеров. Ближайшие из них Лилия Васильева девятая, а Равиль Валехметов восьмой. В эти дни в Ижевске проходит юбилейное 45-е всероссийские соревнования по биатлону «Ижевская винтовка». Знаковую историческую цифру участники, гости и болельщики турнира решили отметить красиво, собравшись накануне на торжественный вечер в ДК «Строитель». Репортаж Дмитрия Вороновнина. Холл ДК «Строитель» за пять минут до начала торжественного вечера напоминал зал мировой биатлонной слабы. Фотокорреспонденты успевали только щелкать затворами. Такое количество олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы по биатлону разных лет в одном месте и в одно время вряд ли когда-то собирались вместе. Всех их объединила любовь и признательность к культовым соревнованиям «Ижевской винтовки». И все они прошли через ее горнила. Очень много гостей, гостей именитых. Сегодня прилетели сюда, в «Ижевск». Это огромное количество заслуженных в спорте, в биатлоне конкретно. Людей, которые сегодня почитали своим долгом приехать на «Ижевскую винтовку», которая отмечается в 45-й раз, отпраздновать вместе с «Сеемуртией» 55-летие Бутморского биатлона. Ну а самый именитый гость юбилейной «Ижевской винтовки» – несомненно, Александр Тихонов. Но ведь вот парадокс. Тихонов четыре раза выигрывал олимпийские игры. 11 раз становился чемпионом мира. А вот золото «Ижевской винтовки» не смог завоевать ни разу. Факт, красноречиво говорящий о том, какая бешеная конкуренция царила на этом старте в конце 70-х, начале 80-х. И, кажется, легендарный Александр Иванович очень сожалеет об упущенных в столицу Удмуртии шансах. «Ижевскую винтовку» – самый дорогой мне приз, так и не выиграл. И последний раз в 80-м году, когда я участвовал в «Ижевской винтовке», это был последний мой старт. Ребята, которые ее изготавливали, они изготовили точно такую же, говорят, все равно ты не выиграешь. И прямо перед стартом мне ее подарили». Легенды из зала с интересом наблюдали за происходящим. И иногда сами выходили на сцену, чтобы рассказать, какую роль в их жизни сыграла «Ижевская винтовка». Ей 45. Но что такое для спортивных состязаний 45 лет? Это только начало истории. Будет еще немало славных стартов и побед. И будет еще открыто немало новых талантов и звезд биатлона. «Каждая «Ижевская винтовка» – она своеобразная и такая одна. И каких-то ярких… Она все время ярко проходит, что это погода. Вот сейчас, например, начинается снег, да, потом будет… Как-то отменили из-за бесснежья. Будет холодно, выпадает снег, метро». «Мороз будет и на нынешней «Ижевской винтовке». К выходным синоптики обещают похолодание. А значит, связь времен не прервется даже в мелочах. И все именитые гости этого трогательного вечера еще три дня будут наслаждаться «Ижевской винтовкой-2014». Ну а соревновательная часть «Ижевской винтовки» продолжилась сегодня с женской индивидуальной гонкой на 15 километров. Ее выиграла москвичка Анна Щербинина, которая закрыла все 20 мишеней почти на две минуты, опередила серебряного призера Марину Коровину из Ханты-Мансийска «Бронза». У Татьяны Семенова из Чебоксар «Лучшая из наших» Светлана Бочкарева, 24-я. А теперь вести с огневых рубежей Гостромы, где проходит первенство страны. И у спортсменов сборной Удмуртии есть медали. Два серебра в пистолетной стрельбе выиграл и «Жевчанин» Илья Касимов. В шестерку сильнейших попали и наши винтовочники. Наталья Братчикова, Павел Петров, Евстафи Телегин. И еще одна информация. Из Костромы только что «Бронзу» в командной стрельбе из малокалиберного оружия выиграла сборная Удмуртии в составе Натальи Братчиковой, Полины Болотковой и Александры Анисимовой. Ну а в Откинске в это время состязались на республиканском турнире борцы греко-римского стиля. Отметим имена наиболее техничных атлетов, которые стали победителями соревнований. Это Илья Чапаев из «Можги», Андрей Лошкарев и Никита Секирин из Откинска. Далее переместимся на помост Ижевской медакадемии, где прошел турнир по тяжелой атлетике. Наша съемочная группа попала на состязание женщин, которые очень технично и довольно легко поднимали штангу весом и в 50, и даже в 80 килограммов. Смотрим сюжет. Не олимпийская чемпионка, не призер первенства мира, не мастер спорта, а просто перворазрядница Вероника Шаемова. Она точно знает, что все титулы и награды – ничто без упорства и труда. Выйдя впервые на помост, Вероника сразу поняла, что это вид, в котором реально получаешь адреналин. Чувствую себя увереннее. После того, как я начала заниматься тяжелой атлетикой, я прям стала очень уверена в себе. Не знаю, мне прям очень все внутри горит, заводит этот вид спорта. Я чувствую себя сильной. У меня стало все получаться. Другу Веронике, Аделю, это влечение тоже нравится. От занятий тяжелой атлетикой только плюсы. Реже спортивная форма, красивая, стройная. Пробивной характер, естественно, закаляется в спорте в любом виде. Минус? Минус. Да минусов нет, наверное. Кстати, Вероника пока не титулованная железная леди. Толки в косметике знает. И в медакадемии учится она только на пятерке. Спорт помогает. Последние годы в секцию наплыв. Девчонки с удовольствием тягают штангу. На этом старте высокие результаты показали Амалия Гонбарова. В сумме двоеборья ей покорился вес в 182 килограмма. Шаемова была четвертой. Прогресс в женской атлетике налицо. Кандидаты, мастера у нас появились. У нас чемпионки России среди студентов появились. Победители спартакядной молодежи России и округа. И призеры финального соревнования. У мужчин победу одержал Ефим Афанасьев. Это все. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok